Китай не перестал расти, Китай продолжает расти, если верить официальной китайской статистике, которая тем не менее имеет весьма своеобразную репутацию, репутацию полу статистики, полу легенды. Но так или иначе китайские экономисты, китайские чиновники говорят об экономическом росте. Однако уже зимой и уже в конце прошлого года обнаружилось замедление китайской экономики, сокращение заказов, в первую очередь заказов в Европе, на поставки китайских товаров. Китай оказался в очередной раз в состоянии товарного перепроизводства. Он перенасытил своими товарами рынки, и при этом в глазах западных покупателей он не смог снизить себестоимость товаров, то есть китайские товары стали расприниматься как дорогие. Секрет удорожания китайских товаров состоит в снижении реальных доходов западных потребителей, что создает условия для реиндустриализации в странах Запада, но по Китаю наносит серьезный удар. 2011 год оказался для Китая очень непростым. Китайское правительство вынуждено было в большой мере самостоятельно стимулировать китайскую экономику. Государственный долг увеличился примерно в три раза. При этом, конечно, Китай показал относительно неплохие результаты, он рос, он поглощал огромное количество ресурсов. В стране реализовывались большие строительные программы, но при этом в Китае не была ликвидирована та странная, с точки зрения западного человека, особенность, что если китайская экономика не растет с быстрым темпи, например, в темпе 7% роста ВВП, то тогда начинаются серьезные социальные проблемы в самом Китае. То есть падение темпов роста в Китае ниже 7% сегодня очень часто оценивается как пороговый уровень для того, чтобы в Китае развернулся острейший социальный кризис, чтобы огромная масса неквалифицированных и низкооплачиваемых китайских работников лишилась даже того скромного заработка, который она имеет, и не начала бороться за изменение своего положения, в свою очередь подвергая ударам китайскую политическую систему. А дешевизна китайской рабочей силы и жесткость китайской политической системы связаны неразрывно. Китай крайне жесткая авторитарная система, и это является инструментом сохранения дешевой рабочей силы, то есть инструментом привлечения инвестиций, обслуживания этих инвестиций, но в конечном итоге обслуживания мирового спроса и развития Китая в качестве промышленной периферии мировой экономики. Китайское правительство пытается реализовать большие проекты, связанные с развитием инфраструктуры, строить дороги, строить жилье, но тем не менее в Китае очень велика проблема мертвых дорог, мертвых городов, автомобилей, которых потребителям нечем заправлять. Экономический рост в Китае поддерживается искусственно, и это, конечно, не может продолжаться постоянно. Китай в последние годы своим экономическим ростом не смог вывести мировую экономику из кризиса. Характерно, что в прежние исторические эпохи страны-лидеры выводили мировую экономику из кризиса, то есть экономический подъем начинался в них. Когда-то эту роль играла Англия, потом эту роль стали играть Соединенные Штаты. Кризис начинался в Соединенных Штатах, кризис в Соединенных Штатах заканчивался. Китай локомотивом мировой экономики не стал, он скорее стал ее временным тягачом. Он подталкивал спрос на сырьевых рынках, он стимулировал спекулятивную активность на фондовых рынках. Но, тем не менее, Китай не вывел мировую экономику из кризиса, а скорее, израсходовав огромное количество ресурсов, поставил перед экономистами вопрос о собственном будущем. Китай официально заявила о переориентации на стимулирование внутреннего спроса, но дело в том, что у Китая есть только один механизм поддержания внешнего спроса. Вся экономика выстроена на внешний спрос, и развернуть ее резко на внутренний спрос означает перейти к политике создания этого внутреннего спроса в качестве основного спроса. Но даже в этом случае многие мощности промышленной Китая окажутся чрезмерными. Очень часто китайскую экономическую политику последних лет сравнивают с политикой Франклина Делана Рузвельта, президента США, времен Великой Депрессии, когда Рузвельт активно стимулировал промышленное производство. Но дело в том, что Рузвельт активизировал уже существующие мощности, остановленные кризисом. Соединенные Штаты оживлялись, но практически не росли. Китай же растет очень быстро, и этот рост ориентирован на внешний спрос. Он в значительной мере построен на ожидании роста спроса в мировой экономике, но этого роста не наблюдается. Это говорит о том, что Китай был и остается периферийной экономикой, и запустить новый мировой экономический подъем ему не по силам.